Ей надо было остаться дома с мамой. В городской больнице дети могут гулять только по вымощенному брусчаткой дворику. Ветра почти нет, даже здесь. Из холма над деревней виден грязный коричневый туман, лежащий над городом, блеклая клякса посреди акварельного пейзажа. Под этой кляксой живут тысячи детей, которых может спасти чистая ключевая вода в кувшине, что стоит возле корзинки с едой, и пахнущий сеном воздух в легких хуалле, и прозрачная река, где возится Мэй, уже замочившая подол платья, пытаясь поймать рыбу руками, как ее учил утром фермерский сын. Многие приютские женщины никогда не видели леса, не знают запаха ромашек, выгоревшей на солнце травы или темноты, скрытой в сердцевинках болотного ириса. Мама сейчас с этими женщинами. Она учит их и молится с ними среди пыли и удушливой вони из сточных канав, или даже не канав, какая бывает в середине лета. Алли снова склоняется над книгой. По крайней мере, это обещание она сумеет сдержать. Трое в огне, Иней теряет Криусу и возвращается искать ее в город, где на улицах загустевают лужи крови, а в стенах бродят эхом стоны умирающих. Обри закатывает штанины и присоединяется к Мэй, подхватывает ее, когда она наступает на неустойчивый камень, и однажды ему даже почти удается поймать рыбу. Мэй говорит, что замерзла, они вылезают из воды и ложатся на солнышке. Обри рассказывает ей историю о том, как однажды они с папой пытались грести на речке во Франции. Мэй снова принимается за вышивание, которое она оставила возле корзинки, и заполняет очертания маков красным шелком. Наверное, это самая медленная форма творчества. Стал бы папа заниматься живописью, если бы на одну восьмую дюйма у него уходило бы, Алли считает, наблюдая за руками Мэй, по пятнадцать секунд. А обри, лишившиеся царства Инея, увозят своих отца и сына далеко от Трои в неизведанные колдовские земли за городскими стенами. Ведомая промыслом Творца, думает она, хоть Троя и не была Эдемом. Иногда вечно враждующие меж собой классические боги поступают куда понятнее бога христианского. Так трудно сохранять веру в то, что в жизни есть справедливость. Ясно ведь, что чаще всего люди страдают незаслуженно. Куда как проще верить в богов, которые, вспылив, швыряются молниями, то и делают друг с другом ссориться и предают своих любимцев, поверив чьим-то наветом. Куда как проще верить, что иногда наши боги нас оставляют. На какой-то миг даже самому Иисусу это пришло в голову. «Для чего ты меня оставил?» Она молится «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» Но задаваться вопросами о страданиях, о том, почему боги умирают молодыми, значит лишь испытывать свою веру. И это испытание уже выдержали и мама, и миссис Батлер, и многочисленные благотворцы по всему миру. «Пора обедать, Аль!» Она оглядывается. Они расстелили скатерк под рябой тенью ивы, выложили на блюдо целый окорок, круглую и пузатую, как речной галыш, булку, и прямо на клетчатой ткани змейку из очищенных огурцов. На горшочке с горчицей пузырики глазури, лужица масла застыла в квадратной белой миске, будто витражное стекло. Папа еще за мольбертом, но Обри уже сидит на корзинке, Мэй примастилась у его ног, и у обоих такой вид, словно они собственноручно забили свинью и смололи муку. «Моберли!» кричит Обри. «Обед!» Папа даже не оборачивается. «Минуту!» «Я умираю с голоду!» Мэй кладет голову на колено Обри. «Мы миль двадцать карабкались по этому холму!» Аля закладывает страницы Инаиды тетрадкой, берет словарь и карандаш. «Миль пять от силы, и мне нельзя есть окорок, и горчица тоже». «Тогда ешь хлеб и воду!» говорит Мэй. «Как тебе будет угодно!» «Маме никто не скажет!» «Я набрала в саду слив нам на десерт, их ты тоже можешь не есть, если хочешь!» Обри дергает Мэй за косичку. «Не все же такие хитрые лисички, как ты, Мэй Соловей!» «Если Алле хочет соблюдать правила, следует уважать ее выдержку. Но, Аль, ты же на отдыхе!» «Маленькие праздники даже церковь иногда разрешает!» «Разве нет?» Алле усаживается с другой стороны скатерти, подтыкает юбку. «Дело не в церкви!» «Доктор Генри говорит, что такая еда, возбуждающая, действует на нервы!» «Я не хочу, чтобы мне запретили учиться из-за куска окорока!» «Срежешь мне хлеба, Обри!» Мэй протягивает Обри булку. «А я думала, твоим нервам здесь будет получше!» «Я думала, бросить занятия на целую неделю полезнее, чем отказываться от вкусной еды!» «Папа же ничего не бросает!» «Замечает Алле!» «Никто не запрещает Обри читать и писать!» «Да и как я могу бросить занятия?» «Я много пропустила весной!» У Алле было три истерических припадка в начале марта. Два из них на публике. Она осрамила маму и сама опозорилась перед пришедшими на лекцию слушателями, среди которых были не только почти все мамины знакомые, но и жена какого-то папиного клиента, и два самых именитых манчестерских врача. Быть может, через год-другой Алле у этих самых врачей придется учиться. Маме пришлось потратиться на экипаж, и Алле потом неделями не разрешали выходить из дома. Неделями она только и делала, что занималась домашней работой и позировала папе, который требовал, чтобы Алле стояла в очень неудобном положении, завернувшись в кусок ткани, который не согревал ее и, по мнению Алле, ничего не прикрывал. Картина так понравилась Обри, что папа ему ее подарил. Обри водружает блюдо на колени, нарезает окорок. Мэй стоит возле него на коленках, будто собачка, ждущая подачки. «Я отнесу папе тарелку», говорит Алле, «чтобы ему не пришлось бросать работу, если не хочется». Но не успевает Мэй развернуть тряпицу со сливами, как папа подходит к ним, бросается на траву и возлежит, теперь опершись на локоть, будто римский сенатор на перу. «Побольше окорока и много-много горчицы». «А пиво есть?» Мэй вскидывает брови. «Пиво, папа? Опьяняющие напитки, когда у нас столько работы?» «Папа, можно Обри снимет с меня фотографию? Ну, пожалуйста». Он говорит, что на открытом воздухе у него тоже получится. Папа перекатывается на спину, закладывает руки за голову. Кажется, она еще ни разу не видела, чтобы папа лежал. Его лицо скрыто тенью от листьев. «Обри пусть делает что угодно. Пусть развлекается с механическими игрушками, если хочет. Я мешать не стану». «Это очередная блажь, Мэй. Летняя забава». «В точности пойманное мгновение на самом-то деле мало о чем тебе скажет». Она тянется к нему, ставит тарелку с окороком ему на живот. «Знаю, папа, но это интересно». Обри щекочет Мэй шею ивовым листком. «Весь смысл в том, Моберли, чтобы поймать мгновение, которое скажет о многом, и приказать технологии его запечатлеть». Папа переставляет тарелку садиться. «У него трава в волосах». «Как скажешь?» «Что там, Эней, Аль?» «Он унылый», отвечает Алле. «И ветреный». «Слишком уж быстро он оправился от потери жены». «Наверное, ему было чем заняться», говорит папа с набитым ртом. «А почему чтение Инеиды поможет тебе стать врачом?» спрашивает Мэй. «Потому что много книг написано на латыни», отвечает Алле. «И это правда, но не вся. Потому что все ученые умеют думать на латыни. Потому что стать врачом означает примкнуть к миру людей, мужчин, которые читали Инеиду. «Тимео Данаос Эт Дона Ферентес». «Бойтесь донайцев, дары приносящих». После того, как Алле и Мэй завернули недоеденный окорок, слили в реку лужицу масла и бросили корки двум проплывавшим мимо камышницам, папа еще долго лежит под деревом. Алле снова принимается за Вергилия, но, добравшись до Гарпий, безобразных чудовищ с головами прекрасных девушек, продвигается гораздо медленнее. Обри и Мэй перебираются вброд на другой берег, чтобы нарвать болотных ирисов. Мэй ударяется ногой о камень и хнычит. А потом они уходят дальше, вниз по течению, таща на себе камеру Обри и прочее добро, чтобы отыскать подходящий для фотографии свет. Корабли Инея пристают к страфадам. Тень от Ивы ползет по траве, и лютики у ее ног больше не горят огнем. У Алле ноет спина, она пересаживается так, чтобы солнце грело плечи, перекладывает словарь с левой ноги на правую и читает дальше. Гарпии выхватывают яство усталых путешественников. Они прилетают, будто бы из ниоткуда, возникают из воздуха. Их грубые голоса слышны, прежде чем их тени падают на поросший тимьяном пригорок. Они беспрестанно алчут того, что им не принадлежит. Мерзкие, ненасытные женщины. У Алле перехватывает дыхание. Ива начинает расслаиваться. Не здесь. Нельзя, чтобы это случилось здесь. «Алле!» Она сглатывает. «Да, папа?» «Сходи-ка за ними, ладно?» «Уже поздно и непонятно, зачем нужно столько времени, чтобы поймать одно мгновение. Мне еще нужно написать несколько писем». «Хорошо, папа». Она встает, стараясь дышать как можно размереннее. Стоит ей начать задыхаться, и все пропало, она снова обезумеет. Папа глядит на нее. Она собирает свои записи, закладывает страницы. «Я сам все соберу, Аль. Пойди-ка прогуляйся, найди сестру». «Вдох». «Да, папа?» «Зови, если понадоблюсь». Она кивает. «Господи, помилуй меня, презренную грешницу. Из глубины взываю к тебе, Господи. С чего бы Богу слушать ее, а не матерей умирающих младенцев?» «Выдох». Из-за игры света, кажется, словно солнечные лучи протыкают деревья насквозь, как палки, словно она может за такой луч ухватиться. С воды доносится зов камышницы. Легкие туфли увязают в жирной земле под хрустким слоем прошлогодних листьев. Она идет торопливо, как будто папа и вправду хочет уйти поскорее, как будто бы он рассердится, если сейчас же не засядет за свои письма. Робко пробивающаяся сквозь лес тропинка заросла тонкими побегами и усиками венка. Колка и ежевика цепляются за юбки, оставляют на руках бусинки крови. За деревьями журчит река, в кустах возятся птицы, высоко над головой упреждающий кричит ворон. Боль в груди отступает. Далеко ли они ушли? Тяжело, наверное, было тащить сюда все приборы обри, ведь для фотографии сгодится любая залитая солнцем полянка. Она останавливается, прислушивается. Ее дыхание, стук ее собственного сердца эхом мечется от груди на кушам. Что-то копошится в листве и что-то на уровне ее плеча зашуршит, перестанет, зашуршит снова. В кронах деревьев вздыхает ветер, отводит волосы с ее разгоряченного лица и меняет обступающий ее свет. Вода, еле слышным монологом, течет по камням. И вдруг смех Мэй, высокий и безудержный, какого она прежде почти не слышала. Алле идет на звук и видит свисающий с ветки пиджак обри, черное пятно среди золота и зелени. Она подныривает под ветку, ступает в крапиву и теперь идет еще осторожнее. Мама знает, как обращаться с крапивой. Камера обри стоит как пугало, как ведьма меж деревьев. Но обри нет на его обычном месте. Он не стоит, прильнув к ней. Он там, под деревьями, где на покрывале лежит Мэй. Алле узнает эту позу. На боку одна нога поднята, согнута в колени, одна рука под головой, другая вытянута. Это поза, которая подчеркивает изгибы бедра и талии и приподнимает грудь натурщицам, у которых все это уже есть. Такая поза только кажется удобной, а на самом деле после нее болит поясница и ноет рука, которой подпираешь голову. Одежда Мэй свалена в кучу возле камеры, а сама она совершенно голая. Тень от листьев и солнечный свет гуляют по ее ногам, животу и костлявой груди волосы рассыпались по земле веером. Обри сидит на корточках у нее за спиной, поправляет угол вскинутой руки, поднятого к солнцу лица, кладет зеленый побег на разметавшиеся волосы. Титания или пак, прилегший отдохнуть Ариэль. Отсюда видно, что руки и лицо у нее другого цвета, словно бы их только что выкрасили и краска еще не высохла. Тихо-тихо, как лесной зверек, Али разворачивается и возвращается к папе и Энеиде. Субтитры создавал DimaTorzok